Взрыв газа разрушил часть стены и оконного проёма в деревянном жилом доме в Выксе. Основной причиной специалисты называют неисправность газового оборудования. Отравление угарным газом зафиксировали в Нижнем Новгороде. Погиб человек. Как полагает следствие, причиной трагедии могла стать неисправная газовая колонка. Похожий случай произошёл в Дзержинске. Угарным газом отравились три человека, включая ребёнка. К счастью, все остались живы. В Сарове за прошедший год огнеборцы выезжали на один пожар на Московской, 98, который произошёл из-за неисправности и неправильного использования газового оборудования. За истекший период на территории ЗАТО города Саров произошёл один пожар, связанный с неисправностью и неправильным устройством использования газового оборудования. В результате данного пожара пострадало помещение котельной. На месте происшествия были произведены все неотложные следственные действия. Установлен очаг и причина пожара. Основные причины взрывов газа – неисправность оборудования и его халатная эксплуатация. Обращайте внимание на пламя на конфорках у газовых плит. Оно должно быть голубоватого цвета, не должно быть и посторонних шумов при подаче газа. Газ в смеси с воздухом, взрыва и пожара опасен. Источниками воспламенения смеси могут стать открытый огонь, спички, сигареты или электрическая искра от электроприборов. Необходимо вовремя производить обслуживание, при видимых нарушениях, повреждениях газового оборудования обращаться в обслуживающую газовую организацию, не оставлять зажженные газовые электроприборы, газовое оборудование без присмотра, если на то не предусмотрена, если не предусмотрена круглосуточная работа заводам-изготовителям, а также технической документацией. Во время использования газовых приборов следите за исправностью вентиляционных каналов, постоянно проветривайте помещения. Обязательно каждый год показывайте специалистам оборудование для проверки. При неисправности оборудования и запахе газа незамедлительно вызывайте работников газовых служб.